Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Леонид Барац полюбился зрителю как талантливый актёр кино и бессменный участник московского театра «Квартет И». До сих пор лицедей не может определиться, что для него важнее. Мир кино с помыканиями режиссёров и лежит театральные подмостки, на которых он чувствует себя гораздо увереннее. Но и там его не покидают сомнения. Не обошлось без колебаний и в личной жизни Одессита. Долгое время его судьба была тесно связана с Анной Касаткиной. В 1991 году, ещё до создания знаменитого «Квартета», он влюбился по уши в прекрасную студентку Гитиса. Взаимные чувства были настолько сильными, что актёры и опомниться не успели, как оказались в ЗАГСе. Вместе Леонид и Анна прошли через многое. В 1994 году у них родилась дочь Елизавета. Через 9 лет семья пополнилась ещё одной дочуркой, которую назвали Евой. Старшая, как и мама, появлялась в фильмах с отцом. Сейчас Лиза учится на актрису в Англии. В 2015 году вышла замуж за гражданина Израиля. В то время, как Елизавета наладила личную жизнь, роман её родителей затрещал по швам. Боратцы Касаткина прожили вместе 24 года и казались неразлучными частичками одного целого. Но, к сожалению, с течением времени чувства начали угасать. В попытках сохранить семью Леонид зачастил к психологу. Но это решение имело прямо противоположный эффект. Актёр попал в руки к специалистке Анне Моисеевой. Скромная женщина, оказавшаяся на 10 лет младше и на голову выше своего клиента, и подумать не могла, как работа с Леонидом изменит её жизнь. На момент знакомства с лицедеем она состояла в браке и растила сына Олега. Но судьба всё расставила по своим местам. В какой-то момент консультации превратились в свидания. Влюблённые уже не могли сдерживать чувства и желали как можно скорее сблизиться. А ведь больше всего Леонид боялся как раз-таки развода. В первую очередь из-за дочерей, за которых переживал больше всего. Именно поэтому даже после формальной разлуки актёр делал вид, что у него с Касаткиной всё в порядке. После расставания бывшие супруги держали Марку, продолжая совместную работу и не выясняя отношения у всех на виду. С Моисеевой брат состоял в браке с 2016 по 2019 год. Поклонники актёра вмиг ополчились на Анну, засомневались в её методике и окрестили разлучницей. Увы, этот роман сошёл на нет в первую очередь из-за вынужденной разлуки в связи с жизнью в разных городах. «Одиноко приходить домой, когда там никого нет. Особенно после спектакля, где тебя только что так любили. Я даже придумал определение для этого состояния. Меня никто не любит, кроме всех», – рассказывал Барац. Он не был готов к переезду в Киев, а она так и не решилась на жизнь в Москве. Сейчас актёру 48 лет, и он снова одинок. По поводу развода у него смешанные чувства. Это невероятно больно и тяжело. И в то же время расставание позволяет людям без общих интересов разойтись и вновь попытать счастье с кем-то другим, начать жизнь с чистого листа. Искренне желаем Леониду Барацу успехов на любовном фронте. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Новости в мире». Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.